Привет, мои любимые стратегические жевжики! Вы видите и слышите Алексея Халецкого и коротенькое видео под названием 5 игровых механик Seedmare Civilization 6, о которых вы, скорее всего, не знали. Если такой формат вам зайдет, то сделаю еще таких видюшек небольших, ну и, конечно, подобные же советы пишите в комментариях, вы поможете другим игрокам. Поехали! Сразу предупрежу, что большинство советов касается игры против искусственного интеллекта, но тем не менее. Я думаю, многих вас удивляло, почему вот вы, когда встретили какую-нибудь цивилизацию, у нее сразу к вам есть по неизвестной причине какое-то плохое отношение. На самом деле это зависит от того, какими юнитами вы ее встречаете. Если вы встречаете военными юнитами, вот я в данном случае, видите, встретил дуболомом прачника Монгола, то это влияет на то, что плохое отношение. Типа мы встретили вашу армию, нам это неприятно. Но если вы встречаете цивилизацию скаутом, вот смотрите, я ничего, видите, не выбираю, просто теперь смотрим отношения, плюс один. Так что именно скаутом выгоднее всего встречать другие цивилизации при игре против компьютера. Думаю, вы этого не знали. Я думаю, многие в курсе, что если объединить юниты в корпус, то этот корпус получит уровень юнита, у которого самый большой уровень. Но немногие в курсе, что повышения складываются. Вот я вам сейчас показываю в начале партии два двухпрачников. Я их буду качать. И одного я буду качать по левому столбцу, а другого по правому. И посмотрите, что будет. Ну что ж, открыт национализм, мы можем сделать корпус. Этот арбалет, он у меня прокачан по левым прокачкам, залп и дождь стрел. Этот по правой гарнизон, но можно было его больше прокачать, к сожалению, не на ком было это делать. Объединяем. Видите? Считается даже третьим уровнем, и все три прокачки остались. То есть, таким образом вы можете объединять заранее. Продумывая, конечно, и таким образом вы можете объединять военные юниты. Когда вы играете со случайными деревьями технологий и социальных политик, можно немножко схитрить и найти, где может быть ваша технология. Или хотя бы попытаться догадаться. Для этого надо воспользоваться сортировкой. Ну, например, мы хотим угадать, где у нас центр коммерции находится. Я его, правда, уже открыл. Берем сортировку по золоту, и несмотря на то, что технологии не открыты, видите, дальше все равно подсвечиваются технологии, где может быть что-то дающее золото. Правда, здесь надо быть аккуратным, потому что это касается вообще любого строения или улучшения, что дает золото. Вот видите, животноводство подсвечено, потому что лагерь дает золото. Орошение подсвечено, потому что плантация дает золото. А вот угадайте, что дает золото в обработке бронзы. Поставьте сейчас на видео, поставьте сейчас видео на паузу и дает военный лагерь. Потому что горожане, посаженные в военный лагерь, будут давать плюс два золота. Поэтому надо быть осторожным. Но хотя бы попытаться догадаться, где находится какая-либо технология можно. Или, например, давайте вот на производство. Тут всего три технологии в средневековье, которые дают производство. И из этих трех попытаться идти именно в ученичество есть возможность. Еще одна интересная особенность, которую, я думаю, вы могли увидеть по моим партиям против искусственного интеллекта, заключается в том, что если вы ему первые объявите войну, то он не особо любит нападать на вас, он начинает защищаться. Не знаю, почему это прописано в коде, но так и есть. Более того, если вы ему объявляете войну, то через тот промежуток времени, когда вы можете ему предложить перемирие, он, скорее всего, его примет с очень большой вероятностью, практически 100%. А это значит, что если вы видите, что компьютер подводит к вам войска, вы видите, что у него войска больше, естественно, что он готовится на вас нападать, то лучше вам объявить ему войну самому изначально. Потому что тогда компьютер считает, что вы на него напали, несмотря на все его приготовления, несмотря на то, что у него войск больше, он начинает защищаться. Да, он тут может двигаться, но основные его действия будут защитными. И более того, ну вот смотрите, сейчас я могу предложить мир только через 8 ходов. А через 8 ходов, с очень большой вероятностью, он этот мир примет. А вот если он сам нападет, то шанс на то, что он примет через 8 ходов в мир, очень мал. Более того, он будет стараться именно на вас нападать. Так что если вы играете против компьютера и видите, что он на вас планирует нападать, лучше объявите войну сами, даже если вы не готовы. Будет проще реально. И просто стройте быстрее войска. Ну и последнее на сегодня. Я вам постоянно в играх говорю, что вы можете откладывать производство в городах, но только на один ход. Да, это так и есть. Но это не касается, ребята, науки и культуры, социальных политик и технологий. Если вы, например, что-то открыли, у вас не выбрано дальше исследование, то наука будет накапливаться дальше сколько угодно. Вот у меня 328 науки в ход. Видите, для авиации требуется 750. То есть за один ход она не откроется. Но если я буду откладывать за три хода, то через ход, получается, она будет один ход. Правильно? Дальше. Социальные политики. 111 культуры. Например, вот балет 605. То есть каждый ход будет по одному ходу откладываться культурка. Давайте я просто, как откладывать, надо shift enter нажимать. Когда вы знаете shift enter, выбор чего-либо в городах и в социальных политиках откладывать. Наверное, лучше всего будет на социальных политиках, потому что науки у меня слишком много, и по одному ходу буквально будет, поэтому не особо интересно. А вот тут опера и балет. Видите, пять ходов. Не выбираю. Опять нажимаю shift enter дальше. Смотрим, что произойдет. Должно быть четыре хода. Смотрим. Четыре хода. И так вы можете накапливать науку и культуру сколько угодно ходов. Для чего это надо? А для того, что вот, например, я хочу оперу и балеты открыть, но мне нужно ускорение. Так зачем мне открывать оперу и балет, если у меня нет ускорения, но я готов его построить. Поэтому лучше пооткладываем, сделаем ускорение, выберем и пойдем дальше. Сложно сказать, чит это или фича. Я все-таки склонен считать, что это фича, потому что оно никак не перенакапливается, как это было в пятерке, например, в пятой цивилизации. Вы могли это... Богаюз такой был из-за того, что технологии, которые открыли другие цивилизации, для вас стоили дешевле. И за счет этого, например, наземные цивилизации откладывали открытие морских технологий, а потом с большим переливом науки, когда сжигались ученые, вы могли очень большой буст получить. Здесь подобного нет, это просто накапливается, и скорее это для удобства. Но вы должны это знать. Я не думаю, что многие из вас эту механику действительно знали. Думаю, тоже думали, что тут откладывается только на один ход, как в городах. Напомню еще раз, в городах производство. Производство вы можете отложить только на один ход. Дальше оно будет сгорать, оно не накапливается ходами. А вот технологию для дерева технологий и культуру для дерева социальных институтов вы можете откладывать сколько угодно, пока вы не сделаете вдохновение или ускорение. Ну что ж, на этом все. Спасибо, что смотрели. Вот такой коротенький гайд по фишкам, которые, я уверен, многие из вас не знали, что есть в циве по игровым механикам. Прошу, если вы хотите продолжения, естественно, лайки и комментарии, а также в комментарии я могу... А также в комментарии мне самому было бы интересно почитать вот о таких мелких фишках, о которых я еще не рассказал, и, возможно, вы знаете и готовы поделиться с сообществом. Играйте в умные игры, слава Украине, всем пока! Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока! Спасибо! Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok